добрый день дорогие друзья сегодня у нас очень очень интересный гость аналитик фикрет шабанов добрый день добрый день уважаемый мир бай приветствую вас и ваших зрителей благодарю с вами мы обсуждали обычно вот глобальные процессы и сегодня тоже будет вот такой вопрос сегодня уже всем ясно что человечество переживает большой такой цивилизационные зло изменение всей как бы до социальной политической военно-политической скажем логистической структуры мира постсамский мир рухнул ушел небытие это уже всем ясно сегодня создаются новые большие политические союзы аукс я не знаю другие другие и один из них который нас очень интересует и виду благодаря чему наша страна тоже может получить большое развитие это большой региональный туран проект великий великого турана и благодаря этому центральная азия приобретает совершенно стратегический совершенно новый вот такой смысл хотелось бы поговорить об этом вчера спасибо за очень так скажем основательный вопрос с вашего разрешения я его разделю на две части первая часть то что касается у нас центральной азии и вторая часть значит вот этому формату проектному формату под названием тура я конечно хотел бы начать центральной азии для того чтобы прийти от простого к сложному то есть подведение итог процессы которые происходят в регионах центральной азии афганистана они вообще имеет самые глубокие исторические корни история центральной азии у многих ассоциируется с двумя вещами то есть регионом был всегда ареной столкновения великих и держав например девятнадцатом веке и он был известен как большая игра то в девятнадцатом веке вот присутствие великобритании других государств центральной азии он назывался большая игра а до этого он в течение двух тысячелетий являлся центральной частью крупного торгового маршрута соединявший китай с европой и известный как шелковый путь термин большая игра или шелковый путь являются фразами европейского происхождения и они возникли в девятнадцатом веке эти фразы не имеют своих корней в языках и культурах народов центральной азии впервые термин большая игра был упомянут 1840 году артуром конолли в контексте приобщения центральной азии к европейской цивилизации и христианству публичная его фраза была озвучена в 1851 году в книге сэра джона кея история войны в афганистане термин шелковый путь был впервые при использовании немецкими исследователями географом фердинандом фор ритх кофе нам в 1877 году обратимся к историческим фактам процесса происходящих центральной азии в девятнадцатом веке исходя из которых сформировалась нынешняя картина географии политики экономики геостратегических интересов мировых государств и стран регионов одним из главных бенефициров этого региона была великобритания и на нынешнем этапе 21 веке она предъявляет свои права на этот регион для которой в девятнадцатом веке с начала девятнадцатого века был главный приоритет усмирение россии чьи действия в центральной айси создавали угрозу индии тогда это была колония англии а сейчас англия возвращается опять в индию и в геополитическом плане они делают из индии своего главного партнера в азиатско-тихотянском регионе то есть как противовес китаю а также другим странам ближнего и среднего востока против россии они превратились буквальном смысле в один из важных краеугольных камней внешнеполитической доктрины национальной безопасности великобритании исторически англия пыталась и проводила широкомасштабные и экономические и военные интервенции в центральную азию первое для чего с тем чтобы воспрепятствовать российскому продвижению в регион перекрыть доступ к российским товарам на традиционные рынки взять под контроль транзитную торговлю россии через регион при каспии при оралия со странами ближнего и среднего востока индии и китая добиться но мы говорим о девятнадцатом веке добиться превращения в бухарского эмирата хивинского и каканство ханства в плацдарм для наступления британии на юг россии и последняя доктрина великобритания окончательно закрепиться в индии в афганистане персии и турции расширив таким образом британскую колониальную империю на всем востоке дорогой эмир б это было сто лет назад сейчас что изменилось тоже политика те же методы те же страны это была стратегия тактика практических действий британии по наращиванию собственного присутствия в центральной азии англия обладала несколькими параллельными вариантами планов как военной так и экономической экспансии в центральную азию и даже южные регионы российской федерации в них были отчетливо назначены наиболее предпочтительные маршруты проникновения вглубь региона а теперь посмотрите про украинскую войну вглубь региона из побережья черного и каспийского морей намечены на основе данных скрытых топографических изысканий и разведки кстати многие из которых мы до сих пор 21 веке как страны при черноморье приказ пи мы не знаем они хранятся в секретных архивах лондона один из них шел в восточном направлении вдоль черного моря почему я подробность рассказываю мы с вами сейчас должны понимать это география ее не изменишь и политика будет идти по этой географии основа которой является принцип морской державы англии и естественно сухопутной логистики то есть первый путь это вдоль черного побери и моря к северной персии и на запад вдоль северного афганистана затем нет вниз по уксусу то есть амударья каральскому море другое направление она будет пересекать каспийское море на юго-востоке от владения волги у города астрахань а затем следовать так называемым французским маршрутом курсом прямо на восток вдоль территории северной персии смотрите какие города камешхеду герату хабярскому или же баланс ким перевалом вот география которой великобритания и сейчас 21 веке будет брать под свой контроль следующем путь существовал и вариант продвижения через хиву по амударье каральскому морю затем к пешавару это мы говорим про афганистан кабулу и хабярскому перевалу среди них предпочтение отдавалось маршруту пролегавшим непосредственно по побережью черного моря это украина то есть мы с вами должны понимать что такое украина который преподносился как идеальный для использования развития торговли современный проект он называется черное море для англичан все это носило характер идеологической борьбы между либерализмом то есть великобритании я всегда называю любую страну исламскую христианскую где абсолютная врач абсолютизм то есть монархическая россия я ее называю проектами ватикана поэтому либерализм великобритании всегда ввел войну с абсолютизмом монархической россии которая мешала здесь которая простиралась от эгейского моря на западе до японского моря на востоке то есть россия создавала в великобритании глобальную проблему эта борьба между великобританией сша охватывала ближний восток западную азию регион центральной азии горы индукуш тибет монголию и территории тихоокеанского побережья на восток все что я вам сейчас перечислил дорогой мир бай индукуш тибет монголия территория тихоокеанского побережья на востоке это сейчас доктрина национальной безопасности великобритании она за эти территории сто лет назад написаны она будет воевать идем дальше в теории фактически теорию классические геополитики противостояние моря и континента то есть волосократии стилок россии да выходит что все по классической геополитике до сих пор актуально да она не только актуально просто сейчас англия возвращается вы знаете альмир 5 что здесь ключевое как бы мы не называли проекты как бы мы не называли нынешние политические режимы география то есть горы леса моря не изменится и как бы мы его не одевали да если раньше это было обоз с лошадями то сейчас это будет машина самолет я не знаю беспилотник железная дорога может быть наше технологическое развитие ушло вперед но сама суть логистики она не меняется потому что земной шару не меняется понимать он не меняет форму путь предположим из лондона вы и вот маршруты которые я сказал именно поэтому этим обусловлено почему необходимо создавать два проекта проект большой ближний восток и проект большой афганистан и здесь мы с вами увидели а значит географию какие точки то есть реперные точки англия будет сталкиваться со всеми государствами на данном этапе это россия и теперь китай который претендует или контролирует эти территории то есть англия будет их степ-бай-степ выдавливать из этих зон влияния я почему говорю про афганистан потому что нужно контролировать года гиндукуш почему говорю азиатский тихоокеанский регион нужно контролировать тибет тибет и синьцзианский уйгурский автономный округ нужно контролировать монголию именно поэтому туда полетел папа мы на эту географию не обращаем внимание в монголии где большое количество католиков нету для чего полетел папа почему он обращался к монголам о том что вы наследники великой империи монголии то есть создавайте вас так скажем возрождаетесь он даже произнес слово пакс монголика то есть пакс монголия но понимаете в чем заключается секрет многие люди не поняли о чем я попытаюсь объяснить даже есть ошибочное мнение дело в том что когда мы говорим о пакс монголии нужно понимать большая часть территории монголии находится в китае то есть когда вы говорите пакс монголия это означает что китай должен развалиться потому что без объединения двух частей концентрации усилением монгольской идеологии монгольской нации пакс монголика не может быть то есть тогда получается что папа понимает что раздел китая не за горами и естественный процесс который сейчас англичане вы знаете когда народа разделили англичане специально в этом участвовали южный азербайджан северный азербайджан афганские таджики так скажем советские таджики афганские узбеки советские узбеки то есть вот когда-то линия водораздела была для чего чтобы сейчас вернуться а возвращаясь какую идеологию она продвигает не должно быть разделенных народов узбеки должны объединиться таджики должны объединиться азербайджанцы должны объединиться кто может их обеспечить только высокотехнологичная крупная финансовая и на данный момент возрождающая нация это называется нация англосаксов которая двадцать втором двадцать третьем при борисе джонсоне и при риши сунака сша подписали новую атлантическую декларацию у меня на youtube канале есть объяснение что такое атлантическая декларация это новые законы нового миропорядка потому что на основе атлантической харти сороковых годов мы создали организацию объединенных наций по этим правилам сейчас живем а сейчас атлантическая на это значит атлантическая харти поэтому исходя из этой концепции мы сейчас понимаем что одна нация англосаксов и пять государств формирует новый мировой порядок и вот ее власть будет распространяться и в том числе на проект большой афганистан и на большой ближний восток нации уточнение одно извините очень интересно выходит что противостояние ватикана и англосаксов тогда нивелируется если папа тоже играет по этим правилам его заявление фактически направлено на укрепление этого проекта нет или я не правильно нет вы правильно понимаете только тут другая ситуация дело в том что запад войне в украине решил многие вопросы они называются так контроль над европой они практически установили контроль над европой а папа является олицетворением так называемого соглашения европейских монархий при создании европейского союза и сейчас это уходящая сила или переходящий под тотальный контроль значит англосаксов они представляют собой западную цивилизацию между ними идет конкурентная борьба но общей цели по контролю территориями у них одинаковые то есть если развалится китай естественно папство и связаны с ним так скажем монархии европы например французы очень бы хотели получить свои какой супа или презенты после распада китая поэтому это фактически потакание процессом или колокольчик что по китаю решено теперь нужно закладывать условия когда это распадется а я помогаю саксом то есть я имею право на определенную территорию или контроль определенных сырьевых ресурсов идет борьба за выживание под солнцем поэтому здесь все участвуют и это памяти для для запада для ватикана для саксов китай не западная цивилизация даже россия для них западная цивилизация но не китай вот чем большая стратегическая разница внутренняя конкуренция между ватиканом и саксами не означает что они готовы друг друга убить почему потому что у них есть еще восток у них есть еще азия как только они установят контроль над востоком над азии они начнут друг друга грызть это однозначно но у них есть сейчас вызов то есть я в кавычках это скажу желтая раса может побить белую расу а у ватикана главный лозунг запад то есть белая раса должна править миром кто может предоставить им угрозу их в управлению только одна нация сейчас это китай интересно то есть древние вот эти архетипы они не утратили свое значение до сих пор что это работает абсолютно нет и все что вы говорите она работает она видоизменяется она получает определенные новые идеологические формы инструменты но она не меняется вот смотрите если мы говорим о том что ну вот с центральной азии вот эта борьба шла то а для в этой борьбе всегда делала ставку на менее затратные и заметны но более эффективные методы и средства оказания давления на россию после создания ссср центральная азия стала зоной ответственности россии на 70 лет и этот регион был составной частью борьбы против ссср то есть если велика британия вела борьбу против ссср не потому что ссср плохой а потому что она контролирует азию и вот центральную азию то что считается по праву для англичан принадлежит им это дорога выживания английской нации за этот период регион рассматривался как монолитное целое но после 1991 года и образование на территории бывшей советской средней азии и образование новых независимых пяти государств региона каждая из них старалась стран двигалась по своей тарик траектории политического и экономического развития но она имела разные стартовые возможности и самое главное степень открытности к внешнему миру начался новый гораздо более сложный этап большой игры я в кавычках говорю то есть этого проекта связаны с планами геополитической перекройки региона и установлением прямого или опосредственно контроля над ресурсами с большим количеством игроков и на разработках разнообразных площадках где используются разные технологии от мягкой и умной силы до гибридных войн англосаксонская политика подчинение управления регионом центральной азии на нынешнем этапе развития взяла на себя соединенные штаты америки дополнение к этому я скажу значит скоро будет генеральной ассаблее о где господин байден впервые официально написал главам пяти среднеазиатских центрально азиатских республик президента приглашая их для встречи почему потому что существует формат 5 плюс 1 сша и 5 центрально азиатских государств обычно на эти встречи ездил последний раз был энтони блинкин госсекретарь но сейчас президент сша приглашать президентов не страну президентов и каждая страна то есть президент готовится к этой встрече для чего потому что будет им предложен вариант по выходу из-под влияния россии ослабление влияния китая и самое главное стратегия развития в англосаксонском мире центрально азиатском государств они для этого приглашают параллельно площадка а значит вот когда мы говорим разные площадки англосаксонские нефтяные компании участвуют казахстане узбекистан систематически развивает и расширяет свои контакты с сша три дня назад там был министр торговли в сша вчера они подписали с министром сельского хозяйства израиля соглашение по аграрной политики ну технологической поддержки узбекской аграрно узбекского аграрного сектора узбекистан подписал соглашение с американцами системы здравоохранения то есть шаг за шагом камешек за камешком они создают этот фундамент и самое главное во время советского союза американцы приняли такой закон называется значит значит джонсон веником соответствии которым советский союз из-за того что препятствовал выезду евреев из ссср на него были наложены а значит экономические санкции по торговле американцы этот закон отмене в отношении киргызстана как страна которая имеет значит прогрессивную демократию понимание американцев сейчас она отправляет конгресс закон по отмене для трех государств это узбекистан это значит казахстан и этот таджикистан но там нет туркменистана поэтому исходя из этой концепции американцы шаг за шагом продолжают эту политику именно саксонскую политику делают пока сша но за ними маячит великобритания а так как сша для центральной азии для мира это одна из супер держав мир она имеет военно-политическое влияние на мир практически контролирует мировую финансовую систему расширяя свое влияние на новые регионы планеты рынке ресурсов сырья и установление своего мирового господства почему сша второй пункт потому что начинается глобальное противостояние с сша с китаем а китай проникает и в афганистан и в центральную азию выделяет гранты кредиты начинает сотрудничество даже с непризнанным значит талибаном и так далее поэтому для американцев это угроза на национальной безопасности в глобальном мировой управлении политика в отношении центральной азии формировалась в контексте интересов и приоритетов сша на мировом мировой арене то есть что она для себя считала важным или стратегически важным она это дело центральная азия афганистан она для них центральная и важная именно в этом контексте необходимо рассматривать многим как как бы показалось не связаны между собой процессы это усилия сша в центральной азии с 1991 года они носят комплексный характер и предусматривают четкую координацию действий политика дипломатических военных информационно аналитических и неправительственных структур для претворения в жизни этих планов были разработаны проекты по установлению контроля и своего господства в регионах востока и центральной азии 2003 году вашингтон презентовал мировому сообществу я прошу вас обратите внимание проект по созданию так называемого большого ближнего востока great middle east это 2003 год сейчас 23 проект большой ближний восток охватывает помимо традиционных арабских стран ближнего востока или я прошу вас на это обратить внимание мы с вами говорили о том что мы возвращаемся в большой исламский мир что же делать азербайджану в этом исламском мире а сейчас я перечисляю страны которые будут частью большого ближнего востока кроме арабских стран ближнего востока включая в себя также иран турцию афганистан пакистан туркменистан кавказ и еще ряд мусульманских стран центрально-восточного района и традиционные мусульманские страны внимание северной африки вот что они ступят бывший советник по национальной безопасности сша сбегни беженский считал что странами нового ближнего востока дополнительно подсоединить как должны были считать евразийские балканы смотрите куда распространяется власть англии через ислам евразийские балканы южный кавказ это азербайджан армения грузия центральная азия это казахстан узбекистан кыргызстан туркменистан афганистан и таджикистан в геопространственном отношении по версии носка центральной азии то есть культурно вот то что вы как говорится хорошо знаете должны были быть включены а юнеско включила монголию западную часть китая тибет северо-восточный иран территорию кашмира афганистан пакистан внимание восточную часть россии южные зоны тайги это перекликается с проектом турана южные зоны тайги государства центральной азии теперь внимание по индии утар продыш харьяну химачал продыш пенджаб и пакистан вы понимаете что они строят они строят глобальную империю я ее называю новое пан регион управления миром новые то есть во главе стоит как вы говорите аукус англосаксонский стоит большой проект значит большая африка большой проект исламский проект а вот в этом большом проекте исламском две части большой афганистан и большой ближний восток ну и конечно то что юнеско уже формирует культурное пространство этих народов вашингтон нацелена стабилизацию ситуации на ближнем востоке путем усиления своего влияния в этом регионе там немножко пошатал этот статус но байден и после него кто будет прийти придет к власти они будут продолжать эту политику они сейчас считают что в некоторых странах этого региона сохраняется авторит авторитарные режимы в них есть низкий регион жизни это регион представляет угрозу безопасности для американцев как один из важных источников теперь терроризма ну я в кавычках пишу второе в дополнение к плану большой ближний восток в сша был разработан проект по реорганизации других регионов мира и в том числе создание большой центральной азии great central asia или маленькая часть большой афганистан который вот смотрите они являются составной частью проекта большой ближний восток и он подчинен тем же стратегическим целям дифферсификации стратегических интересов стабилизации пространства что должно подразумевать только одно доминирующее влияние англосаксонского мира под флагом сша сша планирует контролировать обширные регионы после реак реализации обоих проектов большой ближний восток и большая центральная азия эти проекты были разработаны теперь смотрите при участии института центральной азии и кавказа когда мы говорим что это такое это наши культуры это наши религии это наши тарикаты это даже наша культура одежды культура еды все туда включено даже как мы общаемся со стариками то есть людьми старшего возраста как мы общаемся с детьми наша система воспитания они все это разработали и включили в этот в эту концепцию и мы здесь центральная азия и кавказ являемся главным локомотивом всего вот этого проекта я имею ввиду проекта большой центральной азии то есть мы культурно идентичны например азербайджан и узбекистан я условно говорю второе при университет при участии института джона хопкинса основные концепции которого были изложены журнале foreign office в августе 2005 года статье проект большой центральной азии для афганистана и его соседей автором который является фредерик стар он немножко произошел в этом проекте произошли видоизменения но основная суть или скелет как говорят химии она сохранилась большая центральная азия это один из крупнейших политико-культурных и полиэтнических регионов он является одним из важных системообразующих элементов является широкое распространение ислама а также ряда геополитических факторов например буферное положение между мировыми империями нового и новейшего времени понимаете о чем они собираются делать то есть мы будем для них границей мы будем санитарным кордоном там богаты сырьевые ресурсы и самое главное стратегическое важное геостратегическое расположение которое даст возможность обеспечить сухопутные морские воздушные границы великобританию к индии нынешняя большая центральная азия формируется как один из центров мирового соперничества за природные ресурсы большой человеческий потенциал и выгодные торговые маршруты между европой и южной азией а также восточными анклавами азиатско-тихоокеанского региона сути этого проекта является создание единого энерго я прошу чтобы вы когда в следующий раз с другими спикерами будете обсуждать это фундаментальные вещи это архитектура того что строить смотрите главная цель создание единого военно-стратегического и геополитического целого государства не союза государств целого государства центральной азии афганистана то есть одна страна будет а затем связать большой центральный проект большая центральная здесь проектом большой ближний восток здесь ключевым ключом является азербайджан или кавказ лазуритовые коридоры которые были транспортны через центральную азербайджан на восток и много много чего понимаете когда эти два проекта начинают работать ценность азербайджана без нефти без газа повышается в разы но нам нужно построить адекватную политику чтобы мы не были самым маленьким инструментом чего-либо мы были ключевым инструментом точек соприкосновения или пересечения этих двух проектов а пересекаются они в кафе на кавказе то есть я хотел задать вопрос это уже последние несколько лет как бы да может быть не озвучивается но всем приходит в голову что азербайджан как политическая вот геополитический единица приобретает постепенно субъектность мировых отношениях это просто не просто газовая нефтяная держава периферии периферии европы или там большого востока и кстати вы упомянули просить я тоже немножко конкретизирую вопросы помянули азербайджана узбекистанские отношения последний год нашей стране очень очень большие события произошли в этих в этом направлении не культуры проведение культуры узбекистана потом прибытие президенту узбекистана с построением школы знаменательной до физулинском районе это все что это все означает то есть азербайджан усиливает свои значит контакты с ключевой страной центральной азии которые являются обеспечить стандарт и как я хочу сказать то что вы сказали абсолютно верно центральной азии для я не хочу никого выделять мы все находимся в одном тюркском проекте а при условии таджикистана мы еще находимся в исламском проекте но для азербайджана узбекистан в геополитическом плане имя имеет центральное значение это плацдарм мы должны понимать казахстан для нас партнер казахстан для нас братская страна казахстанца страна которая будет усиливать в центральной азии благодаря союза то есть основному локомотиву центральной азии союза казахстана с страном центральный азиатский туранский проект но для азербайджана стратегическим партнером как для сша стратегическим партнером является узбекистан мы говорим о геополитике мы Мы не говорим о железной дороге, мы не говорим о сырьевых ресурсах. Если сравнивать сырьевые ресурсы Узбекистана и Казахстана, Узбекистан отстает. Но Узбекистан геополитически, как страна, которая сейчас интенсивно начинает работать с Афганистаном. Туда недавно совершил визит руководитель специальных контртеррористических операций Великобритании. Они ведут переговоры с Узбекистаном. Они не ведут переговоры с Туркменистаном, с Кыргызстаном, с Узбекистаном. То есть все мировые инструменты управления регионом, главным офисом или главным менеджером Узбекистана. Поэтому союз Азербайджана с Узбекистаном не только политический или не только наш социокультурный, но еще и, главное, экономический, военный, он будет усиливаться. Узбекские офицеры учатся в Бакинской военной академии. У нас идет военное сотрудничество. Мы провели совместно с Узбекистаном совместные военные учения. То есть я хочу сказать, то, что мы начинали 20 лет назад с Турцией, еще при покойном Гейдаралевиче, и то, что продолжил или расширил Ильгам Гейдарович, сейчас тот же путь идет Узбекистан с нами. Поэтому я хочу сказать, что вся победа нации, вся победа ее элиты заключается в том, что узнать, уметь видеть на 100 лет вперед и формировать свою, как вы правильно сказали, субъектность. Азербайджан, как только окончательно решит вопрос, перед ним два стратегических вопроса. Решит вопрос суверенитета над всей территорией Азербайджана. Я думаю, это вопрос не за горами. И второй вопрос, это создание прямой транспортно-логистической компании с выходом на Турцию. Это тоже является составной частью вот этих двух проектов. А те страны, которые уходят или которых выдавливают, они вынуждены будут уступать эти территории и эти проекты. Потому что приходящая сила Вашингтон, Лондон, Канберра, Оттава, они будут продавливать этот проект. Когда мы говорим продавливать, это означает деньги, это означает технологии, это означает военное усиление, это означает инвестиции, это означает технологическое усиление. То есть ты становишься частью большого глобального проекта. Ты имеешь право как нация, как флаг жить под солнцем. Сейчас идет борьба, что многие государства, которых назовут fail state, они будут, так скажем, они уйдут в никуда. Или станут частью какого-то, вот знаете, предположим, сделают глобальный проект Кавказ. У тебя будет флаг, у тебя будет паспорт, но у тебя не будет права принимать решение. Ты будешь находиться как атом в большом вот этом атомном котловане, определяющий руководящий роль, которую будут делать другие люди. И так по пирамидальной схеме. Поэтому все, что вы говорите, президент Алиев не только с Узбекистана. Посмотрите, президент Алиев летал в Таджикистан для чего? Для того, чтобы Таджикистан не чувствовал себя обособленным, что есть проект Уран, а Таджикистан тут не участвует. Поэтому, так скажем, политическая элита в глобальной политике Азербайджана, они понимают это, они выстраивают эту концепцию в рамках проекта «Большая Центральная Азия». Стоит отметить, в рамках проекта «Большой Ближний Восток» недавно Азербайджан посетил президент автономии иракского Курдистана, господин Барзани. Это тоже является элементом перемычки. То есть мы центральное узло, центральное логистическое узло. И Азербайджан стратегически шаг за шагом к этому идет. После вот этих двух проектов «Суверенитет» и «Зангизур» перед нами стоит еще одна глобальная проблема. После 30-го года начнется глобальная проблема по обеспечению населения водой. Поэтому мы на прошлой неделе заключили протокол о намерении с израильской компанией, которая очищает морскую воду и которую можно использовать для полива. То есть Азербайджан к этому степ-бай-степ готовится. Сила любой нации в ее элите, в ее возможности видеть на 100 лет вперед и естественно формировать суверенность своей страны, суверенность в ее глобальной политике. Конечно, кавказские народы, грузины, азербайджанцы, даже армяне, они не в состоянии определять, как Америки жить. Но мы понимаем, что собирается делать Америка на этом локальном географическом островке. Мы в состоянии быть партнером, потому что кто-то эту территорию должен управлять. Кто-то должен создавать дорогу, воздушный коридор, инфраструктуру. И вот когда ты это понимаешь и ты выстраиваешь и зарабатываешь, ты становишься частью глобального проекта. То есть ты имеешь право на существование. А с тобой договариваться, значит ты уже кто? Ты уже суверенный. Поэтому те проекты, которые сейчас сделаются, к моему большому сожалению, и Центральная Азия, и Кавказ, они являются теми точками, болевыми точками или, так скажем, горячими точками соприкосновения уходящей империи с приходящей. Это связывает наши руки, это заставляет выделять большие финансы на армию, нежели на экономику. Это заставляет нас все время заниматься или отвлекаться тем, что мы вынуждены на дипломатическом поприще, в экономическом поприще делать уступки в определенных договорах или контрактах ради выполнения, так скажем, своих планов, установления суверенитета, пробивания коридора. Если бы мы не тратили ресурсы на это, я думаю, что уровень развития или уровень экономической независимости Азербайджана был в разы больше. И бюджет бы не тратил эти сумасшедшие деньги, вот нефтедолларов, на армию. Но второй фактор, при формировании нового мирового порядка, международное право не работает. Работает только право сильного. То есть если ты сильный, значит у тебя есть право. Сила права, она уже уходит. Поэтому это изменение, оно всегда с этим прикасается. И как только будет новая Атлантическая хартия, то есть миропорядок, тогда, так скажем, на первый план выйдет сила права, а не право сильного. Поэтому вот этот переходный период, я думаю, что и в этом отношении власть в Азербайджане абсолютно адекватна и правильно. Стратегически выверяет наши действия. То есть мы становимся суверенными. В глобальном смысле слова я говорю, а не в смысле, значит, суверенитета на своей территории. Поэтому хочу продолжить. Сутью этого проекта является создание единого военно-стратегического и геополитического целого государства. Целого государства. То есть Цель Туран, вы имеете в виду централизованное государство Туран, даже так? Вот, например, Узбекистан и Кыргызстан в прошлом месяце отменили переход друг к другу по паспортам. Они идут по внутренним ID-карточкам. Это очень знаменательная история после таких конфликтов в городе Ош. Какие трагедии происходили? Примирение двух народов, да, совершенное вообще? Я думаю, что любое примирение народов, даже Армения и Азербайджана, возможно при условии, когда есть взаимодополнение и взаиморазвитие. И наши цели, и армянские, и азербайджанские, и грузинские идут в рамках одного проекта, единого Кавказа на развитие. Но если, положим, X страна является, так скажем, протекторатом уходящей силы, Y страна является, так скажем, союзниками, партнером приходящей страны, то, естественно, это приведет к тому, что субъект права будет защищать свои права с объектом права, понимаете? В данном случае объектом международного права является или международная политика Армении, субъектом международной политики является Азербайджан. Это должно логически привести к столкновению. Или Армения изменит свой курс на развитие общего Кавказского дома, или Армения примет капитулянские условия выполнения этого проекта. Альтернативы нет. Но Армении нету субъектности для этого, для принятия решения на национальное... Нет, я поэтому говорю, объект международного права, она объект. Параллельно к тому, что она это все делала, она еще худше создала условия, когда пригласила Иран в регион, несмотря на то, что он сосед и Армении, и Азербайджан, я имею в виду политически пригласила в Армению, с другой стороны проводит учения с НАТО, что является угрозой для Ирана. С третьей стороны, границы Армении охраняют русские войска и русские пограничные войска. То есть, чтобы перейти на территорию Армении, нужно пойти паспортный контроль российской пограничной службы. А это часть Федеральной службы безопасности России. Решить вопрос, не решив вопрос с Армией, с Азербайджаном, с Турцией, имея к ним территориальные претензии, а в случае Азербайджана конституционно оторвать у нее территорию Карабах и признать ее своей частью, финансировать, значит, незаконно вооруженное формирование на территории Азербайджана, называя его не армянской армией, а это частной военной компанией, и с этой же стороны стремится стать частью США. Я уже не говорю про французские, так скажем, ватикановские танцы свистопляску в этом регионе. Какой-то постмодернизм политики, да? Постмодерн какой-то перемещение. Я думаю, Эль Мельмай, это целенаправленная системная политика, в основе которой является включение в военную дестабилизацию Ирана. Это операция не для того, чтобы Армения столкнулась с Азербайджаном или Армения создала условия, когда против Азербайджана или даже, может быть, против Турции будут приниматься какие-то санкции. Нет. В моем понимании, это военная операция для того, чтобы Иран вошел в этот конфликт. Потому что в этот конфликт войдет Израиль. В этот конфликт, а он так как на территории Азербайджана и против Азербайджана, будет участвовать Азербайджан. А где есть Иран, значит, контрмеры, это у нас Англия и США. Нас толкают в сириизацию Кавказа с той целью, чтобы огонь войны перешел на территорию Ирана. Ведь не зря в Азербайджан приехали военачальники, которые говорят, что любая война на Кавказе опасна и в том числе для Ирана, потому что там живут азербайджанцы. И я не думаю, что они будут сидеть спокойно смотреть, как иранская армия начинает отстреливать территорию Азербайджана. Понимаете? Поэтому армянская операция, это согласованная операция Франции, Ватикана и США против Ирана. Я ее так рассматриваю. Удивительно. Именно поэтому она отказалась от всех соглашений, которые устных, предварительных, или даже протоколов, которые она подписывала с 2020 года по 2023 год. И в том числе признать наши территориальные целостности. Тогда выходит, что не приведи Господь, военное решение этого вопроса маячит перед нашими глазами. И не удастся пойти до этого? Нет, не удастся. Не удастся. И поэтому мы, наверное, видели 30-летие Минской группы. Мы видели ее итог. И Армения, если первый раз спровоцировала, не сама, а спровоцировала, спровоцировала войну в Карабахе, сказав, что Карабах это Азербайджан и точка, то сейчас она спровоцировала, когда 2 сентября премьер-министр Армении заявил о том, что я поздравляю с независимостью и так далее, в кавычках, Арцах. То есть она снова обнулила все договоренности с Азербайджаном. Это приглашение к войне. Очень-очень жаль. Очень жаль. Потому что жертвы будут с обеих сторон. И очень не хотелось этого. Хотя исход, я не побоюсь уже этого сказать, исход заранее ясен. Не только исход заранее ясен, я не военный аспект говорю. Вопрос стоит о вообще в будущем существовании государственности Армении. Потому что она как флаг, как паспорт сохранится, но это будут зоны протектората. Где-то российская армия, например, Митцаморская атомная станция, которая полностью принадлежит России. Железные дороги, которые принадлежат России. Появились немецкие и французские полицейские пенсионеры по 200 килограмм. Параллельно в кафане появилась иранская консульство. А мы понимаем, что это полностью КСИР, корпус стражи исламской революции Ирана. Самое большое посольство бывшим СССР Америки это в Армении. Ну и, конечно, сейчас военно-стратегическое сотрудничество это совместное учение Армении с НАТО. То есть получается, что эти территории уходящие государства, приходящие между собой, поделят на зоны влияния. Это называется сиризация Армении. После которого государственность Армении стоит под большим вопросом. Потому что нужно на что-то жить. Нужно создавать свою экономику. Нужно платить зарплаты, пенсии, какие-то социальные выплаты. А сидеть на дотациях диаспоры или что французы или американцы дадут. Я не думаю, что у Армении будет много шансов сохранить первое население. Потому что любое государство это количество населения, это рабочие руки, которые создают экономику. Я в этом сомневаюсь, что у него будут перспективы. Поэтому вот такая нехорошая перспектива. Я хотел бы добавить о том, что мы говорим про Туран. Я не знаю, вы знаете или нет, вообще концепцию пантюркизма или туранизма, вообще есть такая версия, она не безосновательная, что я придумал венгерский еврей из Австро-Венгерской империи, Арминии-Ванберии. Да, Герман Бамберби. И мы то, что должны с вами знать, что я... Это мы с вами знаем, но нужно рассказывать обществу, потому что они зациклились на Каспринском и дальше не видят это. Но мы должны понимать корни этого. Но был еще Алигей-Юсейн-Заде. Да, 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 да. Это развивалось. Это развивалось. Это развивалось, и как это пересекается с сегодняшней нашей повесткой. И почему я об этом сейчас вспомнил. Дело в том, что немного о нем. Он поменял иудаизм, он был иудеем на ислам. Значит, и пантюркизм... Это Арминии-Ванбери, вы имеете в виду. Да, да, да. Пантюркизм тогда, тогда, как проект, потому что народами Востока, говорящие на одном диалектах, на одного языка, это тюркского, ими нужно управлять. Об этом думал Лондон, об этом думал Рим, Святой Престол. И для того, чтобы ими управлять, а османы хотели объединить всех и создать большую, так скажем, большую территорию управления. Поэтому эти два главных, Лондон и Ватикан, думали, как бы их... Как этих людей объединить во что-либо и управлять. Они взяли за основу исследования Бамберегерга. То есть, так называемый или, значит, тюркский проект, или туранизм, который потом в дальнейшем и Алибею Сензада, и Гаспринским, они стали более-более расширяться, более-более дополняться, приобретать более конкретные черты. Дело в том, что сам пантюркизм, в первую очередь, этот вопрос, знаете, кто поставил? Ватикан. Не тюрки, не османы, не Англия. Первую перед собой задачу управлять тюркоязычными народами поставил Ватикан. Потому что его участие, значит, в османо-сефевитских войнах, его активное участие в превращении религиозной ветви ислама, шиизма, в политический инструмент, это тоже инструмент Ватикана по расчленению исламского мира и управлению мусульманами. Это их беспокоило. Поэтому учение Армении в Амбере, кстати, он родился в 1832 году и в 1913 году умер, он венгерский востоковед. Мы должны понимать, что венгеры в основном католики. Поэтому я говорю про Ватикан. Во-вторых, то, что он был не только путешественником-полиглотом, есть даже версия, у меня, правда, пока документов нету на руках, пишут, что он был, кстати, еще и представителем английской разведки. Да. Он, конечно, условно говоря, с одним товарищем, с одним человеком, его зовут Йожефон Этвёш, это политик венгерский, он даже министром был, по-моему, культуры, я могу ошибиться. И с ним вместе они попали во двор Османов. И при дворе Османов он познакомился со многими государственными лидерами Османской империи, в частности, с Мехмед Фуат Пашой. И он у него работал секретарем. Благодаря переводам трудов османских историков в Амбере получил также степень члена корреспондента Венгерской академии наук. Он в 1858 году опубликовал турецко-немецкий словарь. А мы должны знать, что в то время как раз самая развитая экономическая была Бавария, католическая Бавария. Позже написал несколько работ по лингвистике. В 1861 году он вернулся в Будапешт, получил значит деньги от, мы говорим так, от академии. Но что же он сделал? Он переоделся в деревище. Мы восточные люди знаем, что это такое. Мы скажем для тех людей, которые не знают. Это нищий существующий проповедник под именем Рашид Эфенди. Он совершил путешествие в страны Средней Азии. Его путь лежал через Тарбзон-Тегеран. Потом он присоединился к возвращающим из Мекки паломникам и несколько месяцев вместе с ними провел в Центральном Иране, Тевризии, Зинджане, Казвине. Дальше через Исфаган еще раз он прибыл в Хивинское ханство, а затем Бухарский Эмират. При дворе самаркандского правителя он вызвал подозрения. Однако после получасовой беседы с правителем получил одобрение и подарки. Зачем я это рассказываю? То есть мы с вами должны понять, как же Англия сто лет назад могла определить для себя эту выгодную логистику. Благодаря таким ученым, которые ездили, писали карты, изучали, исследовали и в конце концов это ложилось на стол так называемому внутреннему дипстейту. То есть тому кругу людей, которые управляют государством и формируют стратегические задачи этого государства. Поэтому... Икратик, я перебью вас, извиняюсь очень. Даже был фильм такой, вот так называемый «Хромой дервиш». Это, если я не ошибаюсь, таджик фильм снял. О его жизни, деятельности в Средней Азии, это было в конце существования СССР, в 80-е годы. Может быть, эта картина тоже снята была неспроста, может быть. Давайте я вам еще одну вещь скажу. Персонаж в Амбире присутствует в турецком сериале «Абдулхамид». Ага. «Право на престол». Его играет Гювен Кирак. То есть он там присутствует в сериале «Абдулхамид». Кстати, он о нас, о татаре, о кыргызах, башкирах, о сартах. Он всегда всех называл «Кавказский и Крымский Татар». Понимаете, о чем я говорю? Поэтому в сознании англичан этот регион формируется вот так. И я хочу сказать, что самые главные его труды, которые для нас с вами сейчас ценные, но они, конечно, уже история, но мы знаем, это история Бухары или Трансосаксании с древнейших времен до настоящего периода. И вторая книга это «Путешествие по Средней Азии». Кстати, они были переведены на русский язык в 1873 и в 1865 годах. То есть, это конец 19 века. Мы можем сегодняшнюю беседу, в принципе, я не хочу вас утомлять и ваших зрителей, мы должны понимать, что любая проектность, любой проект, он базируется на фундаментальных трудах изучения народов. Это первое. Его быта, его культура, его сознание. Фактически, они просчитывают на этот народ в какой плоскости или в каком проекте можно положиться и что от него ожидать. Это первое. Второе. Фундаментальным является его географическая локация. То есть, ты мне нужен или не нужен. Ну, вот кому нужна пустыня Сахары? Я условно говорю. Или туркменская пустыня. То есть, мы должны понимать, что это является вторым фундаментальным фактором. Третий фактор. Насколько твои природно-сырьевые ресурсы для меня важны или стратегически значимы. Через пустыню Туркмении воду невозможно найти. Там есть, конечно, определенные места, но в глобальном понимании там ничего не растет. А в Азербайджане растет, да. Есть ли водные ресурсы, да, есть вода с гор. В Центральной Азии то же самое. В горах киндукуша то же самое. Поэтому, когда мы рассматриваем концепцию безопасности национальной, вот фундаментальными вещами является для нас может быть странные, но фундаментальные исследования народов, географии, сырьевых ресурсов. только исходя из этих фундаментальных вещей, любая страна, саксонская, российская, французская, она делает для себя приоритетность этого региона и формирует свою политику. Если ты нужен, они будут тебя лелеять, покупать, обхаживать и строить с тобой сотрудничество. Если ты грабишь, убиваешь, насилуешь, они просто тебя будут убивать. Поэтому мы еще должны понимать, что войну домой мы не должны приглашать. Мы должны быть адекватным мировому, так скажем, развитию, а для этого нам нужно что? Самим нужно знание, самим нужно иметь доступ к образованию, самим нужно понимать, что такое государственная политика на 100 лет вперед, что такое политика национальной безопасности на 200 лет вперед, какие есть глобальные вызовы, какие есть глобальные течения и в соответствии с ними что делать? Координировать свою политику, чтобы получить место под солнцем. Иначе ты как народ, как древний Нил, как древний Египет, как Осирия, от тебя даже история не останется в этом мире. Вот, наверное, как-то так, дорогой Эмиль, извините, что утомил. Нет, благодарю вас за интересную беседу. Это настолько обширная тема, что за одну беседу невозможно обхватить. Мы, наверное, будем продолжать свои студии в этом направлении и благодарим вас за обстоятельную детальную беседу. Спасибо, дорогие желаю вам и вашему каналу процветания, вашим зрителям терпения выслушать нас. Ну, а в дальнейшем, если, в принципе, люди хотят более-менее глубоко в этом разбираться, я бы, конечно, пожелал или даже взял бы на себя смелость, порекомендовал немного читать книги, даже в современном издании, но книги, написанные сто лет назад, они менее, так скажем, заражены политической конъюнктурностью, они более научные. Безусловно, это классика, классика всегда учит как бы в верном направлении. Благодарим вас, Петя, спасибо большое. Спасибо, дорогой. Всего доброго.